всем привет с вами вновь роман испытатель электротранспорта в этом видео вы узнаете какой электросамокат выбрать и собственно какими бывают электросамокаты и сразу к самому интересному вы наверняка замечали за собой или за своими знакомыми что у каждого есть свои приоритеты кто-то ищет легкий электросамокат кто-то быстрый а для кого-то важна дальность поездки существует ли золотая середина и с какого бока подступиться и вообще какими они бывают эти электросамокаты в этом видео я расставлю все точки над и в первую очередь необходимо понимать что для вас самое главное ведь неспроста электросамокат называть персональным транспортным средством а значит и выбор всегда будет строго индивидуальным здесь важно учитывать не только внутренние хочу но энтропометрические данные будущего владельца но сразу должен отметить что в этом видео мы не будем рассматривать варианты в категории до семи лет так как данные вещи сродни детским электромобилем и могут расцениваться только в виде игрушек легкие электросамокаты собственный вес которых варьируется от 10 до 20 килограмм отлично подходит для подростков для девушек или мужчин с весом до 80 килограмм это легкие и довольно практичные модели имеют компактные габариты в сложенном положении и удобный во время транспортировки не только в автомобиле но и в общественном транспорте предназначены для поездок на небольшие расстояния в среднем порядка 20-30 километров от дома до метро от метро до работы и обратно также отлично подойдут для прогулок или поездок по магазинам обратите внимание что в данной категории очень часто встречаются модели с цельно-резиновыми колесами это и не мудрено ведь маломощные электросамокаты нужны для поездок по ровным велодорожкам или асфальту что касается амортизаторов здесь они зачастую отсутствуют вовсе либо слишком малы да они играют какую-то роль но чудо не ждите если колеса цельно резиновые вы будете чувствовать вибрацию при наезде на каждую трещину для комфортной поездки лучше выбирать электросамокат с накачиваемой резиной она значительно мягче позволяет спокойно кататься по собянинской плитке и даже по утоптанным тропитком лесопарковых зонах пятки колени локти и даже зубы скажут вам за это спасибо теперь что касается антропометрии начнем с нагрузки почему такое ограничение по весу райдера если электросамокаты способны выдерживать 100 а то и 120 килограмм включительно но во-первых маломощные электросамокаты предназначены для поездок по ровным поверхностям а где вы их видели в нашей стране правильно нигде во-вторых существует огромная разница между нагрузкой когда на электросамокате едет 100 килограмм и когда 100 килограмм трясется на нем сверху или еще чего хлеще скачет как на кузнечике и в третьих человеку с весом более 80 килограмм будет гораздо комфортнее кататься на более мощном электросамокате имеющим полноценную подвеску и более емкую батарею так как от веса райдера напрямую зависит и дальность поездки следующее что необходимо учитывать при выборе легкого электросамоката это рост райдера от этого будет зависеть необходимость регулировки руля по высоте к сожалению далеко не все модели обладают подобным функционалом стандартно комфортный рост для маломощной модели варьируется от 135 до 175 сантиметров если человек выше соответственно выбор будет более ограниченным что касается максимальной скорости компактных моделей она обычно не превышает 25-30 километров в час чего вполне хватает для поездок в пешеходных зонах сравнительно невысокая скорость сказывается в итоге и на тормозных системах чаще всего встречается рекуперативный тормоз при помощи электродвигателя классический тормоз задним крылом и механический дисковый а иногда и все три варианта сразу в одной модели относительно фар звукового сигнала и габаритных огней на маломощных моделях чаще всего все это уже есть штатной комплектации что касается информационных панелей и бортовых компьютеров они могут быть как полноценными с возможностью настройки ходовых параметров так и отсутствовать вовсе но индикация заряда батареи устанавливается на все модели без исключения по поводу подключения к электросамокату через бесплатное приложение со смартфона могу сказать следующее опция довольно полезная но как показывает практика владельцы используют приложение только в трех случаях первое когда покупают электросамокат и настраивают его под себя второе когда электросамокат в пользование другому человеку и настраивают ходовые параметры под новичка третье когда электросамокат выходит из строя чтобы провести диагностику и выявить причину поломки. Средняя стоимость большинства легких и маломощных моделей в России варьируется от 12 до 35 тысяч, но можно найти и дороже, до 50 тысяч рублей включительно. А теперь перейдем к категории золотой середины так называемые универсальные модели и сразу обозначим рамки. Скорость от 25 до 55 километров в час. Дальность поездки на одном полном заряде от 25 до 55 километров. Собственный вес от 18 до 25 килограмм. Подойдут данные электрозверьки для довольно продолжительных поездок. На одном полном заряде можно проехать практически любой город-миллионник насквозь, то есть приехать на работу самостоятельно без общественного транспорта, поставить его там на зарядку и вечером вернуться обратно. Среднемощные электросамокаты имеют грузоподъемность от 120 до 150 килограмм, а значит на них могут ездить люди с весом до 100 килограмм включительно. Что касается роста владельца, здесь практически не возникает проблем, так как у большинства моделей рулевая колонка имеет возможность регулировки по высоте. Большинство электросамокатов средней мощности оборудованы и полноценной амортизационной системой, что в сочетании с большими накачиваемыми колесами приятно радует владельца довольно высоким комфортом поездки. Как вы понимаете, данная категория электросамокатов отличается большей мощностью и рынок плавно подстраивается под возможность применения транспортных средств на разной местности. То есть среди этих моделей вы всегда сможете найти вариант для поездок не только в условиях города, но и по легкому бездорожью и даже холмистой местности. Достаточно просто обратить внимание на протектор. Зачастую среднемощные электросамокаты приобретают и люди почтенного возраста, так как данная категория не испытывает дефицита с сидениями, предусмотрительно добавленными в штатную комплектацию большинства моделей. Представленные модели имеют реально насыщенный функционал, начиная со светошумовых приборов и заканчивая системой звуковой сигнализации. Полноценный ЖК-дисплей с отображением всех необходимых показателей в данной категории редко, когда имеет возможность подключения со смартфона. Все настройки ходовых параметров происходят при помощи нехитрых манипуляций, подробнее которых вы можете уточнить при покупке конкретной модели. В категории электросамокатов средней мощности появляются довольно широкие возможности модернизации, но важно понимать, если соберетесь что-то дорабатывать, это приведет к снятию с гарантии. Также необходимо заранее учитывать габариты всей конструкции для удобства расположения дополнительного оборудования или замены штатных комплектующих. Цена на электросамокаты средней мощности варьируется в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей и зависит не только от реальных технических характеристик, но и от бренда. О да, пожалуй, самое интересное. Настоящие мустанги готовы мчать своего владельца за 3,9 земель или в ближайшую стену. Это уж кто на что гораст. Я не хочу вас пугать, но предупредить обязан. Количество киловатт у представленных экземпляров не просто заслуживает уважения. К покупке подобных аппаратов необходимо подходить со всей ответственностью. Покупка электросамоката в принципе подразумевает высокую ответственность, а здесь она увеличивается стократно. Итак, чтобы вы понимали, на что идете, давайте рассмотрим характеристики данных моделей. Собственный вес от 25 до 70 килограмм. Логично, что это еще и внушительные габариты. Таскать на себе подобный вес потребует недюжей физической силы. Что касается хранения, если у вас первый этаж, есть грузовой лифт или гараж, то уверен, все будет в порядке. Как ощущения? Так себе. Сразу скажу по поводу оставлять в подъезде, пристегивать на замок на ночь и тому подобное. Если вам не жалко выкинуть от 100 до 400 тысяч рублей на ветер, то почему бы и нет? На длительное время без присмотра лучше всего оставлять данный электротранспорт за закрытыми дверьми, в гараже, в квартире или на охраняемой парковке. Для парковки около магазина не помешает установить обычный GPS-трекер скрытого типа, по которому вы легко сможете вычислить потенциального угонщика. Кстати, данную услугу, насколько я знаю, можно заказать в магазине, на территории которого проводятся съемки. Все контакты будут указаны в описании к этому видео. По поводу возраста будущего владельца. К сожалению, подчеркиваю, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких ограничений, но я надеюсь на ваше благоразумие. Пожалуйста, не младше 16, а в идеале 18 лет и только при наличии знаний правил дорожного движения. Рост райдера, по идее, вообще не имеет особого значения. Отсутствие регулировки руля по высоте на данных моделях является большой редкостью и чаще всего встречается разве что у двух брендов – Dualtron и Ultron. Почему они не делают выдвижные конструкции? Да бог его знает, лидеры рынка – что хотят, то и воротят. Максимальная скорость мощных экземпляров может достигать 110 км в час. И это только модели, представленные на российском рынке в массовом производстве. Эксклюзивные варианты на заказ или же зарубежные бренды способны предложить варианты до 150 км в час и более. Говорить по поводу экипировки, думаю, излишней. Она просто должна быть и нечего здесь обсуждать. Что же в мощных моделях такого привлекательного, кроме бешеных скоростей, высокой мощности для поездок по серпантину и большого веса? Ну, конечно же, насыщенный функционал, широкие возможности модернизации и очень приличный запас хода. Как раз ввиду большой емкости аккумулятора на данные электросамокаты устанавливают огромное количество световых приборов, поворотников, разного рода подсветок и тому подобное. Внушительные габариты позволяют впихнуть невпихуемое, наподобие более мощных контроллеров, дополнительных Bluetooth и Wi-Fi модулей. В общем, для инженера здесь не паханное поле, а для творческого человека нереальный разгул фантазии. Дальность поездки в классе мощных электросамокатов может достигать 150 км на одном полном заряде, но, как и с предыдущими вариантами, всегда будет зависеть от многих факторов. Перепады и углы дорожного полотна. Качество дорожного полотна. Вес самого электросамокатчика. Скорость передвижения. Наличие или отсутствие встречного ветра. Динамичность стартов. Температура окружающей среды. А также количество и качество дополнительного оборудования, потребляющего энергию. Проехать любой из электромустангов сможет практически где угодно. Ведь в большинстве случаев это полноприводные электрозвери с возможностью выбора резины согласно сезона и предпочтений самого владельца. От тракторного протектора с установкой шипов до сликовой резины для поездок на гоночных треках. Что касается стиля поездки. Здесь, как и у среднемощных моделей, в большинстве случаев в комплектации уже предусмотрены съемные подпружиненные сидения. Так что как вам кататься, сидя или стоя, зависит только от ваших собственных предпочтений. Подведем итоги. При поиске электросамоката в первую очередь необходимо понимать, для каких целей вы его приобретаете. И учитывать антропометрические данные будущего владельца – рост, вес, а иногда даже возраст. Для небольших покатушек с возможностью передвижения на общественном транспорте, если собственный вес райдера не превышает 80, ну максимум 90 кг, вам подойдут легкие и маломощные электросамокаты из первой категории. Для более продолжительных прогулок с ветерком в качестве альтернативы общественного транспорта на расстояние до 55 км лучше выбирать модели из категории средней мощности. Данный выбор приобретает особую ценность, если вес будущего владельца свыше 80 кг. Просто поверьте мне на слово, как опытному испытателю электротранспорта, крупный человек просто физически не сможет наслаждаться поездкой на маломощной модели, которая будет еле тянуть на пределе своих возможностей. И последнее. Если вы уверенный в себе заядлый водитель, прекрасно отдаете себе отчет в том, что такое высокая скорость и при каких условиях она может быть безопасной для вас и окружающих, или вы просто серьезный тяжеловес от 110 кг и выше, то без сомнения самым комфортным вариантом будет мощный электросверь, на котором, кстати, не обязательно гонять как ошпаренный. Даже на серьезном электросамокате можно вальяжно кататься среди прохожих и ловить восхищенные взгляды окружающих. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электросамокаты из магазина Гироскутер Шоп. Моя благодарность магазину за то, что позволили снять материалы на территории их магазина. Приехать сюда, посмотреть технику вживую и пройти тест-драйв перед покупкой можно ежедневно и без выходных. Все контакты будут указаны в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новости из мира электротранспорта. До новых встреч на просторах YouTube. Впереди, как всегда, очень много интересного.